Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона ведущая Саргалана Антонова за режиссерским пультом Марины Новгородовой и Николая Слепцов. У россиян, которые планируют оформить собственность дачные дома и строения, появилось дополнительное время для того, чтобы сделать это в упрощенной форме. Так, Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, который продлевает действие дачной амнистии, а также расширяет ее. Итак, сегодня в передаче мы говорим о том, кому выгодна дачная амнистия, какие объекты подпадают под ее действие, а также о том, что можно и что нельзя строить на даче. Итак, гость нашей студии сегодня — генеральный директор ГУП «Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации» Руслан Николаевич Винокуров. Здравствуйте! Здравствуйте, Саргалана! Здравствуйте, уважаемые радиотелеслушатели! Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32 00 66 32 11 66. Ну что же, Руслан Николаевич, мы начинаем наш разговор. И давайте начнем, наверное, с самого понятия. Что такое дачная амнистия? Пожалуйста, расшифруйте это понятие для наших телезрителей и радиослушателей. В чем ее суть? Хорошо. Попытаюсь вкратце и очень понятно объяснить. Действительно, дачная амнистия — это общество, ну, как бы такое простое терминология в быту, да, в народе. А на самом деле это федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты, упрощающий порядок регистрации прав на объекты недвижимости, такие как дачные дома, жилые дома. Вот, поэтому оно называется в обиходе дачная амнистия. И надо сказать, что это уже третий раз продление прошло. Уже хотели ее свернуть, но тут Госдума приняла такой, как бы, со всех министерств и органов, которые участвуют в этом процессе, потребности, каждый регион давал оценку, что действительно у нас граждане не все оформились. Еще следует этот вопрос, он актуальный на сегодняшний день, следует его еще продлить на пять лет. И Госдума приняла, прошел такой законопроект и приняла. И слава Богу. Хорошо. Какие объекты недвижимости подпадают под действием амнистии? И вообще на что она распространяется? Гаражная, дачная амнистия у нас распространяется на, понятно, на садовые дома. Сейчас просто смотрите, дачная амнистия называется, а само понятие дачи уже прекращается. То есть с прошлого года у нас дачи уже нету, да, и все они должны превращаться в садовые дома. Она распространяется на садовые дома, на жилые, нежилые и индивидуальные жилые строительства. Каковы особенности вот этого закона? Есть ли отличия, например, от предыдущих редакций? Да, действительно, вопрос хороший. Есть такое значительное изменение в предыдущей версии дачной амнистии. Оно идет в том плане, что если раньше закон регулировал только дачные дома, садовые дома, то сейчас на ВЕЛО есть в этой законе, она регулирует и упрощает процедуру индивидуального жилищного строительства. ЛПХ тоже, личное подсобное хозяйство в населенных пунктах у нас, они расположены. Их закон тоже регулирует и дает в упрощенном порядке оформить. То есть это нововведение очень даже хорошее. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. Мы говорим сегодня о дачной амнистии, о том, какие объекты подпадают под него, и вообще, что можно строить и что нельзя строить на дачном участке. Я напомню, что сегодня гость нашей студии, генеральный директор ГУП РЦТИ Руслан Николаевич Винокуров. А нужно ли будет получать разрешение на возведение индивидуального жилого дома и разрешение на ввод его эксплуатации? Вот в общем порядке это требуется, но благодаря дачной амнистии эти разрешения не требуются. То есть у нас идет упрощенный порядок регистрации. Человек, который возвел дом, он вправе обратиться к адаптационному инженеру, к любому, который делает технический план на объект недвижимости, техплан и дает на заполнение декларацию данного гражданина. Эта декларация также будет подшиваться в техплан, и она сдается в орган госрегистрации. Вообще, какие документы необходимы для упрощенного оформления собственности, и куда с ними обращаться? Необходимо обращаться, вот еще раз, к адаптационному инженеру. Их у нас очень много, к адаптационному инженеру. Они и должны только составлять такие технические планы. К адаптационный инженер — это аккредитованные граждане в этой деятельности. И после измерений, то есть граждане обращаются к адаптационному инженеру, заключается с ним договор, договор подряда. К адаптационный инженер выезжает на местность, объект замеряет, составляет технический план и дает подпись заполнения декларации гражданину, в котором будут указаны год постройки, начало строительства и характеристики, материалы, стены и так далее. И все эти документы потом отдаются в виде диска, записанного и подписанного усиленной квалифицированной подписью к адаптационного инженера, ЭЦП. И только такой документ принимается органом госрегистрации, потому что он входит в систему в виде XML-файла. Кроме того, надо отметить, что вообще постройка должна соответствовать параметрам, которые были определены в свое время градостроительным кодексом Российской Федерации. Давайте их напомним. Что можно строить на дачном участке, что нельзя? Да, обязательно. Закон также регулирует здесь необходимые минимальные требования. И такие минимальные требования, они таковы. По дачной амнистии попадают объекты с высотой не более трех этажей, надземные трех этажей. Есть подземные, могут быть, но надземные три этажа. И высота надземных объектов не должна превышать 20 метров. То есть у нас не должно быть объектов с четырех-пятиэтажной ИЖС. Такие коттеджи, дома. Может кто-то строит, но они не пройдут регистрацию. Закон четко регулирует по высоте 20 метров и трехэтажей. И объекты должны иметь четко привязанный к земельному участку, к капитальным фундамент, характеристикой того, что это объект капитального строительства. Ну а на практике вы же встречаетесь с определенными случаями. Можете рассказать, много ли у нас вообще нарушений такого строительства? Вы говорите, должно быть не больше трех этажей. Нет, под эти требования в нашем быту нет никаких ограничений. Это на самом деле очень обширное такое требование. Если бы были требования не больше двух этажей, не больше одного этажа, то это были бы проблемы для граждан. А здесь три этажа. У нас, слава богу, мы три этажа, два этажа всегда все строим. И вполне это приемлемо. Ну вот, что дала, например, предыдущая дачная амнистия? Насколько она вообще у нас была востребована у республики? Это ведь она не в первый раз объявляется. Да, вот два предыдущих срока, которые она действовала, очень много было объектов зарегистрировано. И когда первый был закон о дачной амнистии, там у нас в законодательстве действительно очень много изменений вносит всегда. И при этом часть тех документов или каких-то построек, они выпадают из новых. Поэтому принимаются такие упрощенные процедуры, чтобы закон обратной силы не имел. А люди имели право, те документы, которые действовали на тот момент, они могли право оформиться. И чтобы никто не мучился, не оставался за краю. Поэтому очень актуально, очень много регистраций было. И все дачи на тот момент, я думаю, большинство оформилось, но не все. Часть из них до сих пор остается неоформленной. И чтобы эти объекты вышли из тени, можно сказать, имели свой юридически чистый, задокументированный документ, это требуется. Хорошо, у нас телефонный звонок. Алло, давайте его примем. Алло. Вопрос, да. Слушаем вас. Здравствуйте. Ну, вопрос в том, что, вот это, я говорю же, продажная миссия, да? Угу. Мы вот целый год ходим с документами, там строим мы ИЖС, должны переводиться на ИЖС. И у нас вот это, разные вот эти причины. Вот последняя причина, вот мы письма АЗО отправили, да? Заявление. И там это пишут, что мы вышли с красной линии. А там о миссии должно быть или как? У нас это как бы, ничего такого не проходит, вот никакой коммуникации, ничего. Что-то они написали, что вышли с красной линии. Это, ну, там мы тоже заявление написали, чтобы это посмотрели на наш вопрос. И как бы протокол составили с этого собрания сделали, вот, дачного этого кооператива. Они согласны, что мы нормальность построили. Спасибо за вопрос. Действительно актуальный очень вопрос. Сейчас, смотрите, в общем порядке граждане обращаются, да? И при действующих гражданинских регламентах, действующих гражданинских документов некоторые объекты выходят за красную линию, выходят не в той зоне расположенной, да? Объекты отклонения от предельных параметров не соответствуют, да? И во многих таких причинах идут отказы в общем порядке. То есть я здесь мог бы порекомендовать рассмотреть вопрос по дачной амнистии. Почему? Потому что по дачной амнистии таким требованиям орган Росрегистра и регистрации не должен запрашивать и соответствовать красным линиям и так далее. То есть смотрят вот те же озвученные нам параметры, не больше трех этажей, не больше 20 метров, объект капитального строительства, все. Он должен соответствовать. На городцительные регламенты дачной амнистии не распространяются. Поэтому гражданам, у которых такие проблемы, мы предлагаем рассмотреть и этот вариант по дачной амнистии. Что для этого им необходимо сделать? Выбрать катастрофного инженера, обратиться к катастрофному инженеру и составить их планы, и подать через МФЦ органы Росрегистра. Хорошо. Ну понятно, что на сегодня мы отмечаем рост финансовой и правовой грамотности населения. Но тем не менее, думаю, что вот все-таки есть у нас объекты, которые остаются неоформленными собственностью. Да, конечно. Почему? Ну вот первая причина. Возможно, такие трудности, которые сейчас озвучил у нас данный гражданин, что в общем порядке, когда мы идем оформляться, а везде приполны, везде несоответствия. И как нам тогда быть? Отдавали земельные участки под садовые, вроде должно все соответствовать. Ну и некоторое, возможно, незнание людей, что действительно вступили такие изменения, упрощенные порядки, подачи на амнистии и так далее. Поэтому органы местного управления, мы всегда в эфирах, везде, в консультациях говорим эти моменты, разговариваем. Пытаемся, чтобы везде люди узнавали и знали больше, какие права у них есть, каким они инструментами могут воспользоваться. Вот, например, я знаю, что у вашего предприятия есть свой сайт, да? Вот какую-то дополнительную информацию на этом сайте наши телезрители, радиослушатели могут подчеркнуть? Да, безусловно. Здесь, забегая вперед, хотелось бы сказать, что мы с понедельника, 17 мая запускаем наш новый сайт, ГУПРС. И даже если вы будете заходить на старый наш сайт, он будет перебрасывать ссылку, отсылку делать на наш новый сайт. В нем мы сделали максимально упрощенный для граждан, для клиентов, чтобы выбирали наши услуги, нажимая, не приходя к нам в контору, онлайн-заказы. Можно уже выбирать техпаспорт, техплан и так далее. Хорошо. Об этом мы поговорим чуть позже, во второй части нашей программы. Дорогие друзья, это программа «Якутск. Сегодня» и тема нашей передачи «Дачная амнистия». О том, кому она выгодна, о том, что можно и что нельзя строить на наших садовых участках. Оставайтесь с нами, впереди реклама. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о «Дачной амнистии», о том, кому она выгодна и какие объекты подпадают под ее действия. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Телефоны прямого эфира 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, если у вас есть вопросы к нашему собеседнику, то звоните и получайте квалифицированные ответы на свои вопросы. А я напомню, что сегодня гость студии прямого эфира, генеральный директор ГУП РЦТИ Руслан Николаевич Винокуров. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. И следующий вопрос я хотела бы задать о том, какие требования есть к составлению технических документов. При оформлении «Дачной амнистии» или в целом при оформлении технических планов, кадастровый инженер сейчас уже делает замеры по инструментальной съемке. То есть, если до этого нововведения было в конце, уже встречено в прошлом году, приказом Росреестра о применении не картометрического метода, а уже инструментальной съемки. То есть, кадастры инженера уже должны выходить к объектам недвижимости путем замеров, инструментами. И эти инструменты должны иметь соответствующую поверку. Она ежегодно должна проходить поверку. То есть, измерительные приборы до миллиметра такие точные должны быть. И по этим приборам они должны работать. То есть, сидя в конторе, сейчас не разрешается уже делать замеры и отправлять документы. Это наплодило много ошибок и судебных разбирательств. Руслан Николаевич, давайте напомним, чем вообще рискует покупатель, приобретая, например, неоформенный участок или дачу? Ну, во-первых, рискует всем потерять деньги и нервы, и здоровье. На самом деле, покупать сейчас, ну, просто не купите. То есть, договор составить-составить, а может, да, купли-продажи. Но органы регистрации, он не пройдет. Потому что, во-первых, когда объект недвижимости должен попадать под терминологию сделки, он должен иметь свой уникальный кадастровый номер. То есть, до этого, значит, кадастровый инженер должен сделать технический план и поставить в Росреестр эти свидетельные должности собственника. И после этого права у этого предыдущего продавца должны появиться. Только тогда он может продавать, перезакладывать и какие-то действия распоряжаться своим имуществом. То есть, не имея никаких документов, продать нельзя. Это в быту, раньше по Распийскому продавали объекты и так далее, да, у нас в народе. И сейчас от этого уже все отошли, сейчас такого нету. И, слава богу, все у нас единый подтверждающий документ, что конституционно, то есть, гарантийно право объекта недвижимости, это будет выписка из сведений Росреестра. Хорошо. Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. И сегодня, я напомню, говорим мы о дачной амнистии, о том, какие объекты под нее подпадают, а также о том, что можно и чего нельзя строить на наших дачных участках. Пожалуйста, если у вас есть вопросы по данному вопросу, по особенностям дачной амнистии, то звоните к нам в студию и становитесь участниками нашей программы. Ну что же, Руслан Николаевич, мы продолжаем, и давайте немножко все-таки поговорим о деятельности вашего предприятия. Какие основные функции на него возложены? Давайте вкратце расскажу. ГУП РСАТИ было создано в 2005 году, на рынке уже мы 16 лет. Но до этого мы являемся правоприемниками советских органов БТИ, которые были в разных районах, в УЛУСах нашей республики. В 36 наших районах они располагались, у каждого района было свое муниципальное БТИ или государственное БТИ. Мы являемся правоприемником обобщенных всех этих архивов и держателем всего архивного фонда Республики Саха-Якутия. То есть все объекты недвижимости, а у нас уже более 440 тысяч технических паспортов, объектов недвижимости собраны и уникальны, они хранятся у нас. А самый старый, наверное, или старинный документ, который у вас хранится, как он датирован? Насколько я помню, 1922-1923 года. То есть это прошлый век, да? А у нас вновь звонок нашего телезрителя, радиослушателя. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Вопрос беременно? Да, пожалуйста. Если вы. Наш телезритель, радиослушатель, алло, добрый день. Так, там мой вопрос. О, здравствуйте. Это, да, я не знаю, что я делаю перед этим, а вон там такая была была, это, да, я не знаю, что я делаю перед этим, а вон там я не знаю, что я делаю. Ну, я не знаю, что я делаю перед этим, что я делаю с ним. Хорошо, ладно. И у нас еще есть один телефонный звонок. Давайте его сразу примем. Пожалуйста, где, каких предприятиях взять, заказать кадастрового инженера? Первый вопрос. Второй вопрос. Если у меня земля оформлена в собственности, какие документы требуются, чтобы я могла подарить своему внуку? Внук уже взрослый человек. Спасибо. Хорошо. Ну давайте, наверное, с первого вопроса начнем. По крайней мере, наша передача служит, наверное, одним из тех инструментов для того, чтобы действительно объяснить нашему населению о том, что такое дачная амнистия, как она проводится. И Руслан Николаевич, я думаю, что и на якутском языке вы тоже примете участие в наших передачах. Да, конечно. Нас попросили и на родном якутском языке объяснить деятельность данного закона. Поэтому, уважаемые граждане, я сейчас на якутском языке тоже отвечу. Это очень важно. Продолжение следует... Продолжение следует... Да. К кому обратиться, к какому катастро-инженеру, я, наверное, скажу, что, пожалуйста, можете обратиться к нам, го простоты. У нас, наверное, самое большое количество катастро-инженеров предприятий по Республике Сахай-Куте. Есть такие же другие наши предприятия. Их вы можете найти по интернету, по Тугису. Также все катастро-инженера в одном реестре состоят на сайте Росреестра. Можете заходить туда, выбирать себе катастро-инженера и с ними созваниваться и работать. А мы расположены на Киров-28, на первом этаже, пожалуйста, за консультацией, за вопросами. И следующий вопрос, который касался наследования. Наследования, да. По наследству действительно тоже настает актуальный вопрос. Люди хотят больше оставлять своим детям и так далее. Для этого вам также надо посмотреть, все ли документы у вас оформлены на объекты, будь то это квартира, будь то это дача ИЖС, живой дом. Вы должны посмотреть, есть ли у вас все документы на этот объект недвижимости. Если чего-то не хватает, запросите в выпишке с Росреестра. Если что-то не понимаете, так же за консультацией всегда мы рады ответить на ваши все вопросы. На Киров-28 к нам можете подойти, показать свои документы. Достаточно ли это для того, чтобы материально передать наследство своим детям. У нас вновь телефонный звонок. Алло, добрый день. Слушаем вас. Алло, вы там, да? Да, говорите, пожалуйста. Да, говорите, пожалуйста. Отлично. На Кировской комиссию. уже положили трубочку видимо до второй дом хорошо можно здесь очень много случаев когда строят объекты недвижимости потом этот объект сносят а сроссрес они не снимают потом строят строить новый дом и при этом в россресле возникает непонятная ситуация когда джейс тут же есть дом вроде по картотекам по сведениям там дом стоит но с меньшей площадью а тут еще новый дом и как он друг на друге накладывается поэтому люди когда сносят дом всегда забывают сведения обратить когда-то инженера чтобы он тот составил обследование выезжает смотрит что действительно этот дом снесен заполняется соответствующий документ да и подается на сведения по прекращению права на отсутствие объекта у нас еще один телефонный звонок алё добрый день слушаем вас алё говорите пожалуйста да 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 говорите можете да 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 можно а а и ст Ага, хорошо. Ага, хорошо. Ага. 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 А будут ли льготы инвалидам, он спрашивает? Ага. 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 построили его после 2004 года, нет, не оформите. Идете в обычном порядке. Разрешение на средства у органов местного самоуправления берете. Если они выдадут, то, пожалуйста, приходите к катастрофу инженеру, он вам сделает. Если орган местного строя не разрешает, нельзя оформить. Ну и давайте напомним сроки, проводимых дачной амнистии, о которой мы говорили в первой части нашей передачи, и о гаражной. Ну, первую тему, дачная амнистия, она с 1 марта 2021 года и будет на 5 лет до 1 марта 2026 года. Гаражная амнистия вступает в силу с 1 сентября 2021 года на 5 лет до 1 сентября, опять-таки, 2026 года. То есть 5 лет и потому, и потому. Ну, если вот, например, у нашего населения возникают определенные вопросы и по дачной амнистии, и по гаражной амнистии, могут ли ваши специалисты дать вот такие квалифицированные ответы нашему населению? Да, пожалуйста. Они могут, даже не уходя из дома, я сейчас в начале нашей беседы говорил, что мы внедряем новый сайт. На нашем сайте мы сейчас открыли функцию предварительной, ну, заказы, да, онлайн. Вы из дома можете заказать справки из архива и так далее, да, тоже эти моменты. Мы можем в будущем внедрять даже курьерскую доставку. Сейчас работаем с курьерами, разговариваем с предприятиями, чтобы человек, даже не выходя из дома, заказал у нас архивные сведения, мы отправили его курьером. Он оплатил там за справку на 200 рублей. Вот все. И есть кнопка консультации. Консультации мы будем давать бесплатно. Пожалуйста, обращайтесь, жмите кнопку, будем отвечать. Руслан Николаевич, мы благодарим вас за очень содержательный и интересный для всех нас разговор. Дорогие друзья, это была программа Якутск Сегодня, и мы говорили о дачной и гаражной амнистии. Всего вам самого доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok